С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Перед парнями выпускных курсов встает вопрос, служить в армии по призыву или по контракту. Чем принципиально отличается одно от другого, об этом мы спросим у нашего гостя. А сегодня у нас в гостях офицер по тестированию и военно-профессиональному ориентированию пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда города Бурнаула Сергей Мороз. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие преимущества дает служба по контракту? Военная служба по контракту – это прежде всего стабильность, высокий социальный статус. Сергей Анатольевич, парень решил пойти в армию. Что вы ему посоветуете? Какой путь выбрать по контракту или по призыву? И вообще, я понимаю, что необходимо служить, долг родине отдавать. Что лучше, если можно так сказать? Что лучше? Перед гражданами предстает выбор. Для тех, кто получил высшее образование или среднее профессиональное образование, для них есть возможность выбора. То есть пойти служить по контракту вместо службы по призыву, но по контракту пойти служить на 2 года вместо года службы по призыву. Безусловно, что служба по контракту гораздо будет предпочтительнее, чем служба по призыву. Это касается того, что военнослужащий по контракту, будущий, он самостоятельно в добровольном порядке приходит к нам на пункт отбора, пишет заявление, самостоятельно выбирает воинскую часть, любой род, вид войск, любой город на территории Российской Федерации или даже за ее пределами. То есть проходить военную службу по контракту. А сейчас где в основном ребята служат? Вот наши именно? Наши ребята служат везде. И здесь, в Алтайском крае поблизости, рядом с Барнаулом. И на Дальнем Востоке, и на Юге, и на Севере, и даже за пределами Российской Федерации проходят военную службу по контракту наши ребята. То есть, а распорядок дня у них по сути тот же, что и у ребят по призыву? Или есть какие-то нюансы? Нет, конечно, нет. У военнослужащих по призыву есть распорядок дня, вы правильно сказали, да. У военнослужащих по контракту есть регламент служебного времени, который устанавливается командиром части. Регламент служебного времени, это значит, что в нем прописано, во сколько военнослужащий приходит на работу, да, у него есть перерыв на обед, вот, и во сколько он уходит с работы. 40-часовая рабочая неделя, как правило, это в 9 утра военнослужащий приходит на работу, там с часу до 2 у него перерыв на обед, и в 18.00 он бывает домой. Выходные бывают? Выходные, да, суббота, воскресенье, выходной, но бывает, когда военнослужащий несет какое-то боевое дежурство, в суточном наряле находится, выходные, допустим, дни, да, потом военнослужащий берет в будние дни себе дополнительные сутки отдыха, ему предоставляются. Так по сути получается, а он не служит, а работает? Ну, по сути, да, если говорит гражданским языком, то он работает. Да, гражданским языком. И где он живет, этот военнослужащий, то есть ему предоставляется, собственно, жилье наверняка? Да, военнослужащему предоставляется служебное жилье, вот, это либо общежитие, либо служебная квартира, вот, если служебного фонда нету, вот, поблизости рядом с воинской частью, то есть он может самостоятельно снимать себе жилое помещение, и часть денежных средств ему будут компенсировать за съем этого жилья. А зарплату он получает? Конечно, конечно. Еще и зарплату получает? Да, военнослужащий по призыву, вот, что касается военнослужащего по призыву, получает 2 тысячи рублей ежемесячно, военнослужащий по контракту получает от 20 тысяч рублей ежемесячно. Так вообще хорошо получается. Вообще хорошо, да. Много ли тех, кто стремится вот именно по контракту, или вот сейчас там дефицит таких ребят? Ребят хватает, да, постоянно идут к нам, приходят ребята, вот, те, кто уже служили, кто еще не служили. Вот. Ребят много, ну, порядка где-то около полторы тысячи человек в год мы отбираем людей на военную службу. Ну, и есть ли дальнейшая перспектива продолжения карьеры, роста? Конечно, конечно. Для тех, кто имеет среднее профессиональное образование, можно в армии получить воинское звание прапорщика, это как минимум. Для тех, кто имеет высшее образование, можно получить воинское звание офицера и дальше уже расти по офицерской линии. То есть наличие высшего образования в это позволяет. Какие-то особые требования к парням предъявляете, в отличие от просто по призыву? Требования есть, да, они все прописаны в федеральном законе, 53-м, о воинской обязанности и военной службе. Это граждане от 18 до 40 лет, либо проходившие службу, либо не проходившие раннюю службу. Должны сдать минимальные требования по физической подготовке, пройти профессиональный психологический отбор и пройти медицинскую комиссию. И по результатам поступить, если будет вынесен положительный результат, поступить на военную службу по контракту. Ну и еще, наверное, главный вопрос, наверняка есть какие-то льготы? Да, льготы, социальные гарантии, все для военнослужащих это предусмотрено. Это предусмотрено жилищное обеспечение, вещевое обеспечение, продовольственное, медицинское страхование, медицинское обслуживание. И если семья есть, то еще и семью можно с собой... И семью, да, автоматически, да. Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Но это зависит от территории, где служит военнослужащий. Угу. Расскажите, как стать военнослужащим по контракту? Куда необходимо прийти? Где пункт расположен? Или, может быть, несколько в Барнауле? Да. Мы ведем отбор по всему Алтайскому краю и по Республике Алтай. Вот. Нужно обратиться на пункт отбора на военную службу по контракту. Мы находимся в городе Барнауле, улица Цеховая, дом 25. Телефон 61-1507. Либо военные комиссариаты Алтайского края и Республики Алтай для получения консультации. Ну, то есть, если вот такая будет служба, то, мне кажется, и не стоит от нее бегать. Безусловно, да. Сейчас многие, кто стоят перед выбором, как-то еще не привыкли к тому, что можно, так сказать, заменить службу по призыву на службу по контракту. И как-то этого опасаются, боятся. Этого делать не нужно. В любом случае, служба по контракту гораздо перспективнее, чем служба по призыву. А есть ли какие-то ограничения по количеству солдат или как военнослужащих, так верно сказать? Ну, потому что сейчас все посмотрят наше интервью и решат не по призыву, а прямиком к вам. Нет, пока таких ограничений нету. То есть, отбор активно ведется. То есть, практически все воинские части открыты дверей для будущих военнослужащих, так сказать. Спасибо вам за эту полезную беседу. До встречи. До встречи. До свидания.